Тайны вечной книги И с нами вместе, как всегда, ученый-каббалист, доктор Михаил Леонидов. Здравствуйте. Мы так не коротенько прошли с вами первую главу, которая называется «Вначале». И приблизились. Вот это, на самом деле, одна из самых для меня интересных глав. Она очень визуальна. Визуализация, может быть, здесь другая. Чего? Потоп? Да, Ной. В пятикнижей, но в Торе. И я хотел бы начать с конца предыдущей главы. Там есть такая фраза, которая читается так. «Ног же понравился Богу». Вопрос мой такой, что значит «понравиться Богу»? Понравится или не нравится – это все относительно соответствия свойств. В духовном мы различаем ведь не расстояние по мере километра, метра удаления, или даже там микроны, или какие-то там нано, а различаем их в соответствии со свойствами. Духовное пространство – это пространство свойств, качеств. И поэтому духовные объекты, когда они подобны по своим качествам, то они как бы сближаются в этом духовном пространстве, как люди. Подобные, так они как бы близки друг к другу. Если различны по своим качествам, то удалены друг от друга. То есть есть тут два объекта – Ног и Бог? Ног, да. И поэтому, поскольку Ноох, он ближе всех к Творцу был из того поколения или из того уровня творений, о котором здесь говорится, то и называется, что он нравился Богу. А что это за свойство во мне, которое понравилось Богу? Поскольку Творец – это свойство абсолютной отдачи и любви, то, очевидно, Ноох из всего того поколения, то есть из всей той ступени развития, о которой говорится, и лес всех желаний в человеке, вот, это было самое такое прогрессивное, эльтруистическое желание. Самое близкое к нему? Да, к Творцу. А кто сказал, что Творец – это свойство любви и отдачи? Как это можно доказать? Нет, доказать это нельзя. Поэтому вся наука Каббала, она, в принципе, тайная наука, потому что она раскрывается только тем, кто изменяет свои свойства, и в мере подобия Творцу ощущает его. И поэтому из этого он и выходит этот, для него вроде бы уже и постулат. А для остальных это только лишь может быть аксиомой. Но для начала я должен в это поверить? Нет, не надо верить ни во что. Каббала – это наука, которая ни в чем не обязывает человека верить. Она просто предлагает человеку через себя познать высшее творение. Но человек может сказать, ну а откуда я заранее знаю? Вот заранее ты не можешь знать. Только лишь после того, как начнешь этим заниматься. Но все занятия, они строго логичны. Человеку рассказывается о нашем мире, о том, каким он сотворен, из каких элементов, как он развивался, из чего состоит человек, из каких желаний, в чем его свобода воли и так далее. То есть когда человек начинает изучать каббалу, он видит, что это явление наукообразное. И нет в нем ничего, во что надо было бы верить. И поэтому если он далее продвигается, то в нем возникает целая система знаний, которая позволяет ему раскрывать уже дальше мир с помощью логики. И вдруг он начинает ощущать в себе проявление каких-то новых качеств, которые как бы раздвигают рамки этого мира. Мир становится все более и более сложным, составным. Он начинает видеть явления и их силы, которые их возбуждают. И таким образом он включается в это знание сам, своими свойствами. И ему уже не надо этого вопроса. Верю, не верю, он уже идет. Да. Дело в том, что если физик может оставаться таким, как он и был, то каббалист не может. Потому что изучать высший мир он может только изменяя свои свойства. И поэтому получается, что он изменяется, он становится другим. И поэтому вот и возникают вот эти вот в нем такие качества, которые его сближают. Он начинает разговаривать, как бы общаться на разных уровнях общения с Творцом или с другими душами, с другими творениями. А можно сказать так, диалог с Творцом, разговор с Творцом существует? Да, да, да. Но это не такой, как мы себе представляем внутренний какой-то диалог, когда я с ним разговариваю. А как это нужно представить еще? Только лишь в себе. То есть через все свойства, качества мыслей, желания внутри самого человека, когда он в себе ощущает эту часть, называемую Творец, и с ней как бы общается. А вот есть при этом какой-то внутренний щелчок такой? Да, слышу. Вот есть такое состояние? Снова это не слышу. Это уровень общения. Чувствую, да? Больше? Да. Чувствую, понимаю, осознаю. То есть это я. Абсолютно точно, да? Творец не ощущается как нечто внешнее, извне меня. Такого вообще нет. А лишь внутренняя моя сила. Общее знание, общая сила, общее свойство. И уже нет вопросов тогда никаких, да? Таких сомнений. Нет, сомнений нет, потому что весь этот мир видится как следствие воздействия этой силы, и поэтому даже непонятно, как без этой силы он может существовать. То есть явно понимается, что когда сила скрывается, мы видим, ощущаем только наш мир, то это ощущение такое очень ограниченное, временное и зыбкое, когда мы не понимаем, что же держит наш мир вообще в его существовании. В таком случае невозможен возвращение как бы в наш мир, так скажем, если ты уже постиг. Возвращение получается очень часто для того, чтобы сделать перезагрузку. И получается так все время смена как бы дня и ночи, дня и ночи, постоянная смена кадров как бы, и из этих смены кадров составляется уже движение вперед. Но каждый раз между различными состояниями всегда есть как бы отсечение от высшей силы и ощущение себя только в этом мире. Но это не депрессивное состояние? В Кабале вообще такого нет, потому что человек осознает заранее, что он входит в состояние ночи, тьмы, отрешенности, частичной потери. То есть и состояние нашего мира, когда ты только его ощущаешь, ты осознаешь, что ты ощущаешь только его, а высший мир не ощущаешь и Творца. То есть это уже падение, поэтому это состояние называется падением из высшего мира, а не просто выпадением полнейшим. Оно оставляет впечатление от прошлого и в то же время ощущение идущего процесса к будущему. То есть разница во всем остальном, что эталон, Творец уже стоит и никуда не исчезает. То есть это уже есть. Да, он или скрыт, или явен, но он есть. И каждый раз скрыт и явен в различных, в своих аспектах, в больших, меньших и по качеству различных. Это то, что отсутствует у тех, кто находится в настоящих падениях, депрессиях, у них нет вот этого? Нет, там нет, да. Там действительно, это действительно страшное состояние. Духовное состояние, а не все благи. То есть человек предвкушает из тьмы будущий свет, как голодный человек, зная, что вот перед ним находится какая-то трапеза серьезная такая. Он радуется тому, что он голоден. Мы начали с такого немножко блица, чтобы как бы подойти к этой главе, но потому что это все будет касаться ее. Здесь есть все эти состояния похожи. Начинается эта глава так. Вот родословие Ноаха. Ноах, муж праведный, был непорочнейшим в поколениях своих. Предвсесильным ходил Ноах. Что значит ходил? То есть находился в движении, в духовном движении и в постоянном поиске, в постоянном процессе к Творцу. Это вот и называется ходил. Что такое движение вообще? Движение в духовном – это постоянное стремление изменить себя и найти вот это все большее и большее сближение, подобие этой высшей силы. То есть как я могу с помощью чего изменить себя, чтобы стать более таким существующим, явно находящимся в свойствах отдачи. Дальше продолжение такое. «И родил Ноах трех сыновей – Шема, Хама и Ефита. И растлилась земля пред Всесильным, и наполнилась земля злодеянием. И увидел Всесильный землю, что вот растлилась она, ибо извратила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Всесильный Ноаху, конец всякой плоти настал передо мной, ибо вся земля наполнилась насилием от них. И вот я истреблю их с землей. Сделай себе ковчег из дерева гофер, склетями сделай ковчег, и покрой его внутри и снаружи смолою». Очень много сейчас прошло здесь информации. Во-первых, родилось три сына у него. Что такое во мне? То есть кто-то оторвался на три ступени от предыдущего своего состояния, поднялся над ними. Три ступени – это правая, левая и средняя линии. Это рождение сыновей? Да, это рождение сыновей. Сыновья – это следующая ступень от предыдущей, называемой отцом. Кроме того, он выявил в себе плохие и хорошие свойства. Все свойства, в принципе, человека, они хорошие. Но плохие – те, с которыми он сейчас не может работать. Двигаться вперед, то есть использовать их для отдачи. Это то, что пишется, наполнил земля злодеянием. Да, земля – это эритс от слова «рацион», от слова «желание». И поэтому, выявив в себе все желания и отсортировав те, с помощью которых он может двигаться вперед, он создает из них особую оболочку, внутри которой существует. Я работаю только с этими желаниями. Это я. А все остальные – нет. Их я отрубаю и с ними не работаю. Они как будто во мне не существуют. То есть человек говорит, есть во мне хорошие желания, близкие… Ну, есть у каждого порывы убить другого, зарезать, украсть, изнасиловать. Хорошие желания. Ну, желания… Нет, их можно будет потом использовать, на самом деле. Нет плохих желаний. Но на сегодняшний день они пока такие, что я не умею их использовать на благо. А затем, может быть, да. То есть пока я их отодвигаю в сторону. Да, не использую. Так вот, самое главное – это отобрать из всех желаний, на каждом уровне те, которые я могу использовать правильно, и их использовать. Если я так делаю, то я быстро продвигаюсь. Вся работа человека заключается именно в том, чтобы отсортировать, санализировать все свои желания и так вот двинуться вперед. Так вот, Ноах сделал это, и поэтому создал, как бы, ковчег. Ковчег – это такая, как бы, замкнутая система желаний, качеств, которая позволяет ему внутри себя таким образом правильно существовать. То есть это замкнутая цельная система. Внутри меня. Внутри человека, да. Которая называется вот ковчег или коробочка такая, сфера, которая направлена только на отдачу, только на любовь. И поэтому там могут собраться все его совершенно различные желания, и земные, и животные, там все твари по паре и так далее. Все-все могут собраться, но поскольку он смог заключить их в этот ковчег, то есть в это свое свойство отдачи и любви, а все остальное оставить, эту бренную землю, земля от слова желания, то есть эти все свои плохие качества, которые не в состоянии исправить пока, он их потом будет исправлять, то он поэтому и спасается именно благодаря тому, что входит вот в такое состояние, называемое ковчег. Ковчег – это свойство, в Кабале называют свойство бины, свойство полной отдачи. То есть это еще не любовь, это просто свойство отдачи, когда человек приподнимается над своим эгоизмом и желает не зависеть от него. Это такое первое стремление. Первое стремление. Но это ему позволяет оторваться, как на воздушном шаре, подняться, включиться во что-то такое, как зародыш в утробе матери. Тоже находится в ковчеге такого типа. То есть все промежуточные состояния, когда мы желаем оторваться от прошлого и войти в будущее, они все проходят вот такое состояние, называемое убар, зародыш. И вот Ноох, он и проходит это состояние от прошлого к будущему через этот ковчег. Это как бы рождение в следующий мир, рождение на следующую ступень. В Кабале это описывается, это проходится каждым человеком. А вот можешь сказать, что это начало таких состояний, когда человек начинает окружать себя определенными книгами, определенным вниманием, влиянием, скажем так, определенными товарищами, которые с ними двигаются. Вот как мы говорим, группа, книги. Это называется вход в ковчег. Это необходимое средство для того, чтобы выстроить для себя вот такой ковчег. Я бы сказал так. Эти средства, книги, учитель, группа, все то, что кабалист вокруг себя строит, они на самом деле представляют собой как бы внешний такой ковчег, то есть общество, окружение, внутри которого он находится, и которое его как бы держит в правильном направлении, несмотря на его падение, подъемы и всякие, может, могут быть, шатания. Он как бы на плаву. Да. Постоянно внутри как бы он создает вокруг себя вот такую сферу. И с другой стороны, он должен создать эту сферу внутри. То есть вот это соединение внешнего и внутреннего, ну, или не настоящий ковчег. Да, он должен использовать эту внешнюю сферу, книги, учитель, свое сообщество, товарищи. Он должен это использовать для того, чтобы внутри себя создать сферу такую, которая называется настоящим этим ковчегом. Вот еще такой вопрос по ходу я спрошу. На иврите ковчег это таива. Да. В обратную сторону, если мы читаем это слово, оно читается байт. Есть этому действительно какой-то смысл? Да, но таива это не байт. Не байт. Байт, да. Байт это уже дом, дворец, храм. Все, что создано рукотворно человеком для того, чтобы в нем можно было существовать, стоя на земле. Дом это стоит на земле, у него фундамент, у него твердая основа, его создает человек. Он не находится как бы под волей каких-то сил природы. Качаясь на волнах. А таива это такое, это то же самое, как рассказывают, как про Моисея, когда его пустили по водам Нила, когда он родился маленького, да, и так далее. То есть таива это выход человека из предыдущего состояния эгоистического, когда он поднимается, но не владеет еще совершенно следующей ступенью. Еще не нашел землю. Просто отдается ей, да, входит в нее абсолютно отрешенный, как бы, вот это я, желающий подняться с прошлого, так сказать, желающий очиститься. Поэтому весь процесс, это последующий, да, он называется процессом очищения. А почему ковчег разделен на такие отсеки? Ну, это, во-первых, он разделен на четыре части, потому что неживая растительность, животные, человеческие природы... Нераздельные. Есть, да, есть в каждом желании, и поэтому он так разделен, и человек таким образом сортирует свои желания. И, кроме того, не только их сортирует, он не может пока еще работать с ними, не может еще сопоставлять само желание с его направлением, с устремлением. Так называемые кли и массах, сосуд, свет, направляющие намерения. И поэтому просто берутся каждый тварь и попарь, мужская и женская части. И поехали, что называется, вперед. А после того, как оторвемся от предыдущих нехороших использований всех желаний на эгоистическое направление, тогда у нас появится альтруистическое направление. То есть те же мужская и женская части, они уже в новом состоянии, новые ступени, каждое желание, оно уже будет производить из себя следующие благие действия. А может быть, мой вопрос неправильный, но я все-таки спрошу. А вот можно это представить ковчег как душа человека? Так это и есть душа. Все желания и свойства человека вместе. Это и есть душа. Да, только она может быть или неисправленная до потопа, с желанием исправиться, когда человек берет все свои желания и подставляет себя под воздействие высшего света, высшей силы, отдается этому, и тогда он проходит эту ступень из эгоистического состояния уже в альтруистическое свойство отдачи. Об этом проходе говорится дальше. А я вот наведу потоп, воду на землю, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни из-под небесия. Все, что на земле, погибнет. То есть, после того, как человек проводит в себе вот такой анализ, такую систематизацию своих желаний, свойств, качеств и желает устремить действительно их к подобию творцу, к отдаче, к подъему над их эгоистическим применением, он начинает понимать, как это сделать дальше из себя. Никакого голоса сверху не слышно, это все из себя, потому что творец на иврите тоже называют словом буре, от слова «приди и увидь, и обнаружь», то есть человек видит, обнаруживает его в себе. И тогда он понимает, каким образом дальше действовать. То есть, часть этих предыдущих желаний, которые не может взять с собой, он как бы отрезает от себя, а часть, с которыми может идти вперед, он собирает их вместе. Он и его жена, то есть, и его устремление, и его желание, это называется мужская и женская части, устремляется вперед. И также все из его прочих частей, то есть, эти желания на уровне живом, растительном, неживом, неважно, все их, он собирает под вот это свое устремление и проходит этот период, который называется потопом. А почему, например, он хочет истребить землю потопом, а не чем-нибудь другим? Сжечь, уничтожить? Почему именно потоп? Потоп – это исправление. Ничего вообще не говорится в Библии ни о чем другом, как о исправлении. То есть, наказаний тоже нет. То, что нам кажется наказанием, на самом деле, это исправление. А даже бывает, что и не только исправление, а и вознаграждение. Несмотря на то, что нам кажется, что это… Все эти желания эгоистические, притом насильно воздействуя на них, поскольку человек не в состоянии с ними работать. То есть, в принципе, это получается так, что человек в себе определил несколько желаний. И, как бы, говорить себе, вот с этими желаниями я могу быть отдающим, связанным добрым путем с другими, альтруистически настроенным на природу и всех. А с этими я не могу. Я бы желал от них избавиться, чтобы они во мне умерли, чтобы их не было. Чтобы они… Чтобы вот эта сила свыше, сила отдачи, сила очищения, чтобы она их умертвила во мне. То есть, это исправление, на самом деле, то, что происходит потопом. И потом возникают эти силы уже очищенные, таким образом, допотопные. И человек уже начинает с ними работать и справиться в своих последующих ступенях. Но я должен этого захотеть. Вот вы сейчас сказали… Да, конечно. Нет. Ничего не происходит свыше. Ни одного действия до тех пор, пока человек сам не пожелает, чтобы оно свершилось. Ничего. А как мне захотеть этого? Вот для этого и существуют книги, группа, занятия. Когда человек проникается этим, он начинает видеть вокруг себя дышащее вот такое вот мироздание, которое все построено на вот этих переходах из эгоистического состояния, в эльтруистическое, когда все движутся в этой динамике вперед. Вот все эти метаморфозы, которые он видит, проходят по всему миру. Вот тогда он начинает постепенно желать, чтобы это случилось с ним. А вот пока я не хочу этого, не захотел этого, мне бесполезно читать эту динамику? Ну, заставят. Заставят? Заставят. А это хорошо, когда заставляют? А иначе никак. И как человек может сам пожелать? Уговорите меня и скажите, что хорошо для меня. Почему именно меня надо бить? Это я должен с тобой так проникновенно говорить. Ну, хотя бы вот как добрый отец. Скажите мне, скажите мне, что это путь, сынок. Это не наш путь. А наш путь? Наш путь – это очень простой. Природа, которая или Творец, что одно и то же, должна вынудить нас захотеть перестать быть слепыми котятами и пожелать подняться над собой. Если мы слепые, то мы не видим ничего. Подняться из этого состояния мы не можем. То состояние, о котором говорится, оно альтруистическое. Мы не представляем, что оно для нас вообще благо, что оно для нас вообще возможно. И поэтому человека можно вынудить к этому только путем ощущения страданий в своем настоящем эгоистическом состоянии. А я потом скажу спасибо этим страданиям, которые на меня обрушились. Конечно. Ты будешь видеть их как составляющие, необходимые составляющие своего развития. Эти страдания, на самом деле, они вызываются ведь не страданиями свыше. А эти страдания, они происходят от того, что свыше ты должен уже подниматься на следующую ступень духовную. А ты упираешься, как бычок такой. И таким образом вот эта сила желает тебя двигать к добру, а ты упираешься своим внутренним этим эгоизмом. Вот это противодействие между этими двумя силами, между силой динамического развития в сторону альтруизма, допустим, и твоим эгоизмом, который сопротивляется, они создают вот это вот... Удар. Да, вот это давление, которое ощущается как страдание. То есть, в принципе, любое страдание, любое страдание. Все, любое, какое бы только ни было. Любое. Комар меня укусил. Вплоть до смерти, неважно какое, оно является следствием несоответствия сил движения, вынуждения тебя двигаться, и сил твоего сопротивления. Что я при этом должен делать, когда я ощущаю страдания? Есть какой-то совет? Разберись в их источнике и исправь себя. Тебе надо подогнать скорость своего развития, на самом деле, в которой ты находишься, под ту скорость, которая тебе требуется. То есть, сила толчка и вот это вот должно соответствовать... Чтобы они соответствовали, чтобы ты двигался гармонично с той силой, которая тебя развивает. И всех нас развивает сила, поэтому все мы страдаем, более-менее. И тут ничего не поделаешь. То есть, ты должен бежать перед пулей, да? На такой же скорости двигаться? Ну, еще больше, почему нет? Когда? Если ты определяешь, что ты двигаешься к добру, почему не больше? Скажите мне, а когда вот это вот движение вдруг прекращается? Когда я перестаю бежать? Ты полностью включаешь все свои желания в это движение и достигаешь вот этого вот состояния полного исправления. Тогда я вдруг оглядываюсь... Когда все твои движения абсолютно подобны вынуждающей силе. И ты даже все делаешь раньше ее. Тогда получается, что ты определяешь свои движения. Тогда получается... Тогда определяется, что ты абсолютно свободен. И получается, что я... Ты диктуешь Творцу, как бы что делать? Можно диктовать Творцу что-то? Если ты движешься впереди него и определяешь, что именно так лучше, и эти твои движения правильные, то это и называется следующим поколением, которое ты из себя создаешь, которое выше предыдущего. То есть, ты являешься хозяином всей Вселенной, всего мироздания. И даже над Творцом. И вот это вот состояние самое желательное для него, которое описывается как «Победи меня, сыновья мои». И он даже этого хочет, получается. Ну, как любой отец желает, чтобы сын был более удачлив, чем он. Из состояния любви ты такого желаешь. Поэтому ты этим гордишься, ты этим наслаждаешься. Для тебя это является самим тобой, продолжение тебя. Даже в нашем мире мы понимаем это чувство. Тем более в духовном. Мы все время с вами так заканчиваем, на этой оптимистической ноте. Мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Время наше подошло. Большое спасибо. Уважаемые друзья, мы говорили сегодня о том, что все желание Творца в том, чтобы мы стали даже над ним. Стали как бы даже диктовать ему, что делать. Так получается. Мы поговорим об этом и на следующих наших беседах. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем наши беседы на тему Тайны Вечной Книги. Говорим о пяти книжах и как его читать. Не знаю, как вам, а для меня эти наши беседы стали чем-то особенным совершенно. Потому что вдруг, когда ты понимаешь, что разговор идет о тебе, что книга написана о тебе, совсем другое восприятие этой книги происходит. Вдруг оказывается, что книга, которая начинается со словом «вначале», или на иврите это звучит «берешит», говорится о том, что вначале был полный хаос, то есть было полное эгоистическое восприятие мира. А заканчивается эта книга словом «Исраэль». И тот, кто слушал наши предыдущие беседы, понимает, что речь идет о слове «Исраэль» в понимании таком. «Исра» — это прямо «эль» — к Творцу. К Творцу — это значит «к закону абсолютной любви». То есть получается, человек проходит вот эту стадию от полного эгоистического восприятия мира к восприятию мира со стороны любви. Вот об этом вся эта книга, это наши ступени. Как всегда с нами, как всегда объясняет это, поясняет нам, как двигаться. Доктор Михаил Лайтман, здравствуйте. Я бы сказал, что когда я читаю, я обычно читаю эти главы в развернутом виде, в другом. Я читаю одновременно статьи моего учителя, которые описывают каждую главу. Причем в течение шести лет. Каждый год он описывает по-разному только одну и ту же главу. И так все эти 50 глав Торы. Затем я читаю Зоар. И затем я читаю учения о десяти свиротах. И статьи Баля Сулама. И получается вот ассоциации и уровни, они совершенно разные. Но самое главное, что вот такое вот, оно возникнет у нас тоже. Вы увидите. У вас возникнет такое ощущение, что постепенно текст начинает раскрывать вам картину, которая всасывает вас внутрь, и вы входите в многослойный мир, где за вами и за внешним вот этим вот миром вы начинаете чувствовать другие его составляющие, которые двигают вами как бы закулисно. вам раскрывается идея режиссера вот этого вот единого большого. И все огромные работники сцены, которые все это делают и подготавливают. И вы начинаете чувствовать, как вы двигаетесь в этом мире, не осознавая, не понимая. И вдруг вы начинаете участвовать в этом движении в самом, в своем. И начинаете понимать замысел этого режиссера. и вместе с ним как бы обыгрывать вот этот весь спектакль. Начинаете в нем участвовать, видеть остальных со стороны, соединяться со всеми вместе. И вдруг получается, что вот эта вся сцена и весь этот замысел и все эти работники за сценой, так называемые ангелы, все вместе это участвует в одном едином таком движении. Вот когда человек входит в гармонию с этим дыханием всей этой картины, он начинает ощущать себя в вечном движении. И к этому в общем мы пытаемся прийти изучая вот эти главы. То есть это не изучение никоим образом разумом, какой-то анализ, но его и невозможно произвести в наших органах чувств земных и нашим земным разумом, потому что говорится вообще о том, что вне нашей вот этой вот оболочки существует. И поэтому настроиться надо все-таки на то, что мы хотим увидеть этот мир сквозным и многослойным, как он весь взаимодействует. Вот это является целью наших недельных глав. Я думаю, все-таки. В принципе, как мы с вами говорили, оказывается, что еще целью является стать как бы наравне с этим режиссером. То есть стоять рядом с ним вот так. узнать, Фонтастически воспринимается. Да, всю эту сцену, всю эту систему движения, замысел и все и соединиться с этим. То есть принять это как действительно самое наилучшее от всей души и участвовать в этом. Слиться с этим. Мы продолжаем говорить о главе Ноах. На русском оно звучит Ной. Но, по-моему, вот это вот Ной, оно не имеет какого-то, грубо говоря, корня. Ноах, это все-таки, ноах, наверное, это слово хорошо, творцу хорошо с ним. Это от этого? Ну, сказано, что он был большим праведником практически в своем поколении, так сказано. Был праведником в своем поколении, потому что поколение было неахтей, ну, и наши тоже, в общем, но это был особый человек, который действительно был на уровне познания, развития и ощущения такого, которое называется раскрытие творца, раскрытие всех сил природы. так что мы можем себе представить, что это все-таки был незаурядной личностью. Мы говорим с вами еще и не только о личности, мы говорим, что это первое чувство к творцу, особое раскрытие творца, раскрытие такое, когда человек начинает понимать, что я против высшей силы должен действовать так, что я себе отменяю весь свой эгоизм, не себя самого, не свое сознание, не свое познание, не анализ, не синтез своих возможностей в познании мира, нет, я отменяю только свою эгоистическую природу, потому что она не моя, она мне навязана специально, что если я приподнимусь над ней, у меня будут две природы, эгоистическая, но получающая и отдающая, и тогда с помощью этих двух сил я буду стоять между ними как бы в равновесии, у меня будет свое я, именно я человека, он находит его в балансе между этими двумя силами, стоя на нем как на острие, вот, когда он уравновешивает эти две силы, он понимает, что они нисходят свыше, правое и левое, положительное и отрицательное, оба свыше от отца, это дано нам природой, это в природе существует, а вот я компоную эти две силы в себе, делаю из них то, что я считаю нужным, правильным и так устремляюсь вперед. То есть вы говорите, что присутствие этих двух сил, именно это дает возможность свободы выбора моего. А если бы было просто... А так у нас только один эгоизм, он нами управляет, мы ничего не можем сделать. А нам говорят, что как бы есть творец, который всем управляет, всей этой игрой. Нет, он не желает всем управлять, творец вообще не желает ничем управлять, творец желает, чтобы ты перенял от него все бразды правления, абсолютно. Поэтому и сказано, что человек должен подняться до уровня творца. То есть он должен научиться от него, как мы в нашем мире маленькие дети, учимся постепенно и перенимаем все у старшего поколения, потом становимся вместо них. Только таким образом мы должны действовать. И поэтому все вот эти вот толчки, неприятности, всякие, которые мы получаем в нашей жизни, это только для того, чтобы мы научились управлять. Вот Ноох нам показывает начало этой системы. Он увидел, что по-другому все остальные методы отношения к действительности, когда человек пытается эгоистически ее приспособить под себя, использовать для себя, все они порочны и все они подлежат уничтожению. В итоге человек сам себя этим уничтожает. И поэтому единственное, что у него остается, это послушаться и принять вот этот закон, приподнимись над своим эгоизмом. А каким образом? А ты себя отмени. И об этом говорят, кстати говоря, очень многие методики, религии, психологии. Отменить себя, это значит перестать пользоваться своей природой, которая тебе дана изначально, которая тебе навязана. Навязана. Оставь ее в покое. Посмотри, как развивается зародыш в среве матери. Он отменяет себя. Он несколько килограмм чужого мяса находится в организме человека и наоборот заставляют, вынуждают весь организм работать на себя. На него. Представляешь? Если маленькая заноза, которая входит в нас, вызывает нагноение, боли, отторжение, весь организм работает, чтобы выкинуть ее из себя, здесь наоборот весь организм мобилизуется на этот плод, чтобы развить его максимально, сохранить его. Почему? Потому что он себя отменяет. Он готов не быть никем и получает поэтому все от матери. То же самое этот Ноах в своем ковчеге. Он отменяет себя, он входит в этот ковчег, как в матку, как в мать. И получается вот эти околоплодные воды окружают его и таким образом он спасается. То есть отменяя себя относительно своего эгоизма, то есть не подчиняясь ему. Отменяя это значит наоборот, возвышаясь над своим эгоизмом, подавляя его. Я не хочу пользоваться этой своей природой, я хочу подняться выше ее, к другой. Вот когда у меня будет обе природы, не одна только лишь, которая построена на поглощении, а которая будет построена и на эманации, на отдаче, вот когда у меня будет две линии, как две вожжи, в руках, тогда я смогу посреди сам собой управлять. А так я не управляем. Первый шаг человека в духовной работе это вот этот шаг войти в мать, да? Войти в мать и нет, пробыть все девять месяцев. Это девять сферот, когда он развивается постепенно, кетр, хмаби, нах, хэсет, гурати, фэр, хнец, ходь, есот. Это постепенно в тебе эгоизм еще больше растет. Сомнения, всякие проблемы или наоборот, всякие зовущие, манящие тебя в этом мире причины специально для того, чтобы дать тебе возможность возвыситься. Специально тебе это посылается. Вот ты должен разгадать этот замысел. Играет с тобой творец, с тобой природа играет. А на это ты клюнешь, а в это ты пойдешь, а этим я тебя увлеку, а этим я тебя заставлю заниматься всю жизнь, и ты забудешься. И так до последнего дня. И вот когда человек начинает держать себя в этом и постоянно, постоянно понимать, что с ним происходит, он начинает здесь чувствовать диалог творца с ним. Как творец играется с ним, как мы играемся с ребенком. Мы ему подсовываем не просто готовую игрушку, мы ломаем ему лего, мы ломаем ему мозаику, мы хотим, чтобы он собрал конструктор, чтобы он собрал что-то домик, нарисовал что-то на пустом листе. Вот так вот творец подсовывает нам все вот такие вот проблемки. И нам не надо сами эти проблемы решать. Нет. Нам надо просто разгадать замысел того, кто нам их подсовывает. Потому что если бы я не понял бы из вот того, что он мне дает, что я должен их собрать правильно, то я бы не разгадал бы его замысел. А мы начинаем заниматься самой вещью, вместо того, чтобы связать его с этой силой природы, которая желает нас подтянуть под себя до ее уровня. И получается, что мы остаемся в этом мире маленькими людьми, а не становимся Адам, от слова подобными творцу. Адам думе. Да. Игритское слово подобное творцу. Получается так, что это вот то, что мне разбирают компьютеры, это не приносит мне страдания, наоборот азарт, да? Я его как бы начинаю понимать, откуда я... понимать, для чего я это собираю. Для чего? Чтобы тогда вся жизнь получила совсем иной смысл. Когда я вижу, что в течение каждой минуты, каждого общения, каждой секунды, чего бы я ни делал, я угадываю в этом еще более низший слой, под слой, где там этот режиссер ставит передо мной этот спектакль. И я все время пытаюсь сквозь этот мир его поймать, его ощупать, познакомиться с ним, с его замыслом. Вот когда я этот замысел для себя нахожу, я начинаю плыть в нем, в этом течении мысли, этого сценария. И тогда я понимаю, что он написан для того, чтобы я приподнялся и вошел в него. И когда я становлюсь уже на одну ступень с режиссером, как его партнер, тогда я становлюсь человеком, равным творцу. Я его начинаю понимать, я начинаю возражать, тогда уже... У меня получается две линии. Я начинаю возражать, я начинаю советоваться и советовать, я начинаю пытаться раскрыть более внутренний замысел. А зачем вообще эта картина? Я теперь понимаю, что она идет, что она куда-то ведет, а зачем изначально? А почему именно так? Я поднимаюсь уже на следующий уровень, я начинаю как бы исследовать самого Творца. От раскрытия этого мира к раскрытию Творца, который управляет им, и затем еще выше, как бы над Творцом. А для чего и почему и как? И Творец заинтересован в этом, чтобы мы его таким образом исследовали, раскрыли. Потому что только таким образом, когда я вижу все его действия от начала до конца, я могу его оправдать, я могу стать праведником. Вот у Ноя, Ноаха, и была эта цель. Поэтому сказано, он был праведником в своем поколении, то есть единственным, который в своем могучем эгоизме для этого надо быть мужчиной. И причем сильно эгоистическим. То есть я ни на что, на мелкое не хочу соглашаться. Деньги, счастье какое-нибудь там земное, слава, власть, все это. Я хочу к нему. Я хочу к нему, и хочу его понять, и хочу убедиться в том, что то, что он делает, это вообще верно и правильно. И тогда только я почувствую, что я владею этой жизнью. Вот поэтому-то ему и дается эта возможность войти в ковчег и плыть к этому состоянию. Красивая картина, очень эмоциональная, красивая киношная. Это самая красивая глава для меня, во всяком случае, ковчег, плывущий в воды. Мы с вами в прошлой передаче начали эту главу и говорили о том, что все-таки Ног берет с собой, как здесь написано, от всего до... Каждой твари по паре. Но что значит? Это у каждого человека, человек считается маленьким миром. И поэтому в нем существует все совершенно. Неживая, растительная, животная природа и его природа, которую он должен сам в себе раскрыть. И поэтому то, что он берет в себя каждой твари и по паре, то есть и положительную, уже и отрицательную часть, и дающую, и получающую. То есть он уже входит в этот ковчег для того, чтобы начинать зарождаться с двумя вот этими вот линиями, с двумя силами природы. Не данное ему отрождение эгоистическое, а уже и противоположно, альтруистическое. Их охочет этим владеть. Но для того, чтобы этим владеть, он еще не может. Он только должен начать это все правильно воспринимать. Поэтому он начинает быть как зародыш в чреве матери из капли семени. Вот что значит вхождение в ковчег. Но уже с двумя этими силами. Капля семени – это нох. Капля семени – нох. Да, это нох. Это я. Это человек будущий, который каждой твари по паре, каждой силой, от ее положительного и отрицательного проявления в нашем мире, получения и отдачи. Но обе эти силы. И так постепенно, постепенно, постепенно с этими силами он растет, окруженный, направленным влиянием Творца. Сохраняя это свое состояние, равновесие между этими двумя силами. Он таким образом на средней линии, как бы, между этими двумя силами себя растит. Но отменяя свой эгоизм, приподнимаясь именно в том, чтобы быть в симбиозе этих двух сил. И таким образом он должен пройти первые девять сферот. Всего десять. Десятые – это я. И эти девять сферот – это девять возможностей моего влияния уже на мир. Когда я их все получаю, я рождаюсь. Выхожу из этого ковчега, как плод выходит из чрева матери, и уже становлюсь маленьким человечком. Но впереди еще тоже путь развития, называемый вскармливанием. Все-таки я не удержусь и спрашиваю вас, а что же такое выкидыш тогда? Мы говорим о вскармливании девятимечных, но бывают всякие случаи, я говорю о наших земных, например, а что такое в духовном это вот выкидыш? Ну, это дорожно-транспортное происшествие. Астрофа. Да. Все-таки все шло к тому, чтобы родить человека. Адама. В принципе, есть побочные такие явления в духовном, когда человек начинает себя эгоистически вдруг посреди этого пути проявлять. И тогда он становится посторонним телом внутри материнского организма. И этот материнский организм обязан выдавить его из себя. Отторгнуть. Причем, если в нашем мире он выдавливает его из себя или нужна операция, чистка и так далее, матери, это проблема большая, мы знаем это, то в духовном происходит это для того, чтобы дать возможность человеку повторно начать этот путь. Потому что, если он останется внутри взрослого организма, внутри высшей ступени, внутри Творца или внутри вот этого вот... Ковчега. Ковчега. Это и есть отношение Творца к нему. То он примет в себя высший свет эгоистически. Это повредит. И это ему повредит. У него будет как бы заражение. Приведет его к духовной смерти. Поэтому для того, чтобы дать ему возможность повторно начать этот путь, и бывает такое, для этого его высшая вот эта вот сфера, мать как бы, вот это вот выкидывает его из себя, выдавливает Творец его выдавливает из духовного мира. Человек теряет абсолютно все свои какие-то духовные качества, ощущения, озарения, контакт и проваливается снова в наш мир. Как будто бум! Ну не страшно это после того, что почувствовал. Нет, нет. И вдруг все нормально, ты его встречаешь на следующий день. Что такое, что с тобой? Ай, все это ерунда, вся эта кабала, и все эти дела. Вот тут есть, мне предлагают какое-то дело. То да, сё там. Начальник там. Да, картишки, девочки, там, бизнес, и все пошло своим путем. Вдруг полностью как-то все отсекается. Отключают. Отключаются абсолютно. Вплоть до памяти, похоже, да? Да, да, да. Все, полная отключка. Ну, то есть чувств никаких к этому не остается, и поэтому тело работает, организм уже работает опять в том же направлении. Это специально делается. Здесь есть много причин для этого. Потому что нам надо понять, что мы находимся во большой системе душ. Это 7 миллиардов душ. Причем это количество может быть большим и меньшим в зависимости от эгоизма, который надо разделить на маленькие части, чтобы его, возможно, было исправить каждому из нас. Если ты в меня вселишь эгоизм миллиона человек, Разорвет. То я просто не смогу двигаться. Я просто буду в жуткой депрессии. Я хочу это, 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 это. Ну, где? Ничего. Застрелиться. Даже 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 наркотики не помогут. Мы видим, как сегодня мир с каждым маленьким эгоизмом и каждым человеком и то он весь в депрессии. То есть сейчас вот этот сумасшедший эгоизм, который существует, это определяет вот этими 7 миллиардами населения, поэтому-то 7 миллиардов и населения. Если сейчас, допустим, будет война и уничтожится, допустим, миллиард или два, допустим, так почему уничтожатся? Почему? Да потому что страдания будут такими большими, что люди будут отказываться от этого эгоизма. Главное выжить. Им этот эгоизм не будет тянуть к себе всевозможными привлечениями там всевозможными. Они будут готовы просто нормально существовать. А, вы готовы просто нормально существовать. Эгоизм у вас маленький, нормальный, успокоились. Вас не надо, значит, такое количество. Значит, поэтому происходит уничтожение во время войны. Не потому что бомба падает, а бомба падает, потому что эгоизм уменьшается. Это заранее, наоборот, следствие, оно командует причиной. Это нам кажется, что все развивается по причинно-следственному такому движению. А на самом деле конец командует началом. Так что поэтому здесь... Мы говорили о выкидыше, то есть происходит вот это вот... Значит, выкидыш, он является, поэтому мы не понимаем почему он происходит. Я вижу это на многих людях. Вдруг подъем, вдруг спуск, вдруг полное отключение. Это все завязано на эту огромную семимиллиардную систему душ. И поэтому мы не можем говорить, в чем тут причина точная, почему с человеком так произошло. У него есть миллиарды связей с другими людьми, с предыдущих кругооборотов жизни, завязанных на будущую кругообороты, чтобы вся эта система пришла к своему полному исправлению. Она подобна может быть аналоговой системе в управлении или вычислительной системе. То есть вы сейчас говорите... Не цифровой, аналоговой. Вы сейчас говорите о мире, как об огромном компьютере, в котором все завязано, но мы не в состоянии это все обсчитать. Мы можем правильно относиться к миру только тогда, когда мы можем относиться к нему с отдачей, с любовью. А дальше, если я отношусь с любовью, мне не важно, что там дальше происходит. Я тогда всегда связан с ним положительно правильно. И вот тогда, когда я правильно с любовью вот так вот отношусь к нему, я начинаю уже ощущать его через свое чувство. и понимать его, и вбирать в себя в этот весь компьютер эту всю систему. Становлюсь как бы над ней. Но это только через чувство отдачи любви. Потому что я сам не в состоянии обсчитать ничего, даже самого себя. Смешны эти люди, которые хотят все это обсчитать. А их так много. Логики эти, пытающиеся... Да, я бы сказал, конечно, что это попытки, ничтожные попытки. Не приведут но человек постепенно разочаровывается в своих возможностях и видит, что мир крутится без него. И на самом деле, как бы ни казалось ему, что с помощью наук, психологии, может быть, философии он приподнимется, что-то начнет понимать. Жизнь нас учит наоборот, что мы действительно маленькие-маленькие частички мироздания в нашем животном вот этом состоянии. Если мы находимся управляемыми природой в нашем эгоизме, если мы можем получить вторую силу, силу отдачи против силы получения и управлять ими двумя, то над ними двумя мы можем подняться. Сила получения это тоже сила Творца. Сила отдачи это тоже его, только прямая и обратная так на нас воздействующие. Но это он командует. Для того, чтобы я постигал и командовал, мне надо приподняться над ними обоими. Вот в этом заключается в общем наша цель. Поэтому нох идет к этому. И поэтому он удостоился вот этого вот всего движения. И вот этого выбора, который на него упал. Потому что он согласен был взять каждой твари по паре, подойти с двумя силами, войти в свое развитие, чтобы развить в себе эти две силы себя над ними. Знаете, с одной стороны мы с вами не прочитали ни строчки из главы, с другой стороны мы о ней говорили и о ней только. и время прошло быстро. Уважаемые телезрители, мы заканчиваем нашу программу. Я надеюсь, я уверен, что вам было хорошо с нами. Мы продолжим ее в следующий раз на этой главе новых. Будьте здоровы, до свидания, всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач Тайны Вечной Книги. Как всегда, вместе с нами принимает передача участие доктор Лайтман. Здравствуйте. Мы говорим о главе Ноах. Сказали о том, что выбрал это мое чувство Ноах, он как бы его выбрал. Я определил в себе Ноаха. Я определил в себе Ноаха, да. Определенную категорию такую, определенное отношение к миру, к жизни, к себе. Мне сказал творец, Это хорошо, что есть у тебя вот это вот. Оно очень хорошее. Сохраняй его. Ты хочешь развить это чувство в себе. Это росточек. Вот, да. Ты его хочешь развить дальше, ты хочешь вырасти именно вот таким вот. Для этого ты должен ввести в ковчег. И весь остальной мир для тебя, чтобы утонул. Все. Все. Ты останешься вот в себе, все, что будет в тебе, разовьется в течение какого-то времени определенного. после чего ты выйдешь, родишься как бы на новой ступени в другом мире. То есть во мне разовьются вот эти каждые твари по паре, вот эти лучшие желания, которые во мне существуют. И они будут всегда в равновесии. И ты сможешь ими управлять. И они дадут мне рост. Да. Читаем дальше. И еще через семь дней я наведу дождь на землю сорок дней и сорок ночей. И сотру с лица земли всякое существо, которое я создал. И сделал Ноах все, как поведал ему Бог. А Ноаху было 600 лет, когда начался потоп и вода затопила землю. Начался экшен. Но мы не будем сейчас входить в цифры, хотя они имеют очень большое значение. Через семь дней потоп. Почему? Потом он будет... Ну, это... Хотя бы намек. Это семь сферот. Это семь сферот. Хезед вурат и ферет, нецаход, и сот, малхуд. Семь сферот, которые должны сейчас... То есть система управления, она должна сейчас начать работать для того, чтобы запустить этот процесс. Вот эти семь дней. Да. Затем сорок дней сам потоп первоначально идет. Я наведу дождь на землю сорок дней и сорок ночей. Да. То есть это дождь. То есть с неба свойство бины, отдача на землю, это свойство получения, молхуд. Между биной и молхуд есть расстояние, которое называется сорок дней. И само свойство бины, когда мы в него входим, оно как замкнутый такой квадрат. Оно и называется рехем. Матка. Матка матери, да. Или ковчег. Или ковчег. То есть туда входишь и на тебя воздействует вот это свойство одновременно. Бина, которая влияет на землю, а ты находишься между ними, между небом и землей, в этом вот ковчеге. То есть внутри свойство бины. Бина обволакивает своими водами все мироздание. Все остальное, что не может войти в ковчег, то есть в равновесие, в свойство получения и отдачи одно против другого, уничтожается. То есть из твоего мира и уходит. Ты с этим не можешь расти. Это отходы, это все все те зачатки, прошлые желания, мысли, все, все, это все просто должно утонуть. Вода все тут должно очистить. Стать большим начальником, иметь много денег, все это. Это вот это, да, это все. Я от этого очищаюсь, да, и вхожу в бину. Тебе важно понять замысел творения для того, чтобы подняться до уровня Творца. У тебя есть эта возможность в течение этой жизни? А вот мне интересно, это как бы бина опускается или я поднимаюсь к ней? Это две. Мы говорили о том, что это и снаружи, и внутри происходит взаимодействие двух взаимно противоположных сил. Бина отдающая, Маухут получающая небо и земля. Они вместе, как бы в этом потопе, сливаются вместе. Тут нет ни неба, ни земли. Тут все становится практически одна вода, и в ней существует этот ковчег. Поэтому и говорится 40 дней и 40 ночей, то есть 40 состояний. Да. Вот их 40 состояний любви и 40 состояний ненависти, так скажем. Да. Можно так сказать? Да, да. И дальше говорится, ну все-таки, что Ноуху было 600 лет, когда начался потоп, народ путается. То есть тут же все выпадают. Почему? Сот лет, мы воно. Нет, это совершенно ступень. Мы не говорим совершенно о годах. И дни эти, и часы, и недели, и годы жизни, этому было 900 лет, этому 600 лет, это отдало этому сто лет своей жизни. Это все надо понимать чисто аллегорически. Вообще Тора, Библия, они не говорят о человеке в нашем мире и не говорят о том, что происходит в нашем мире. В нашем мире могут происходить эти события. Они не только имеют свое маленькое следствие. Происходят они в духовном мире человека. А если они происходят в нашем мире, то они происходят совсем в ином масштабе. Совсем в ином масштабе. То есть каждое духовное действие, оно имеет следствие в нашем мире, но очень маленькое. То есть, допустим, всемирный потоп. Возможно, было какое-то наводнение где-то там в Мосопотамии. Ещё там какие-то... Всё это где-то в чём-то маленьком повторялось. Но это потому, что духовный корень должен снизойти и подействовать вплоть до нашего... Но это не является именно его задачей. Задача — воспитать человека, поднять человека, общую душу до уровня Творца. И был потоп на земле сорок дней, и умножилась вода, и понесла ковчег, и поднялся он с земли, и усиливалась вода, и весьма умножилась на земле, и ковчег пошёл по поверхности воды. А вода усиливалась на земле всё более и более. И покрылись все высокие горы, которые под всем небом. Вот такая вот картина всеобщего потопа, как вы говорите. То есть всё закрылось, а ковчег несёт. То есть, получается, в принципе, получается так. С одной стороны, воспринимают дождь как благо. Нет, не обязательно. Смотри, какие наводнения сегодня происходят, ураганы. С неба любое действие, оно может быть и к добру, и к злу. Для нас, для человека. Это всё зависит от того, какое направление у силы, которое управляет этим явлением природы. Ты видишь, солнце, оно может и выжигать всё, и может даровать жизнь. Вода дарует жизнь, с другой стороны, вызывает огромное наводнение, смерть, и всё. Всё построено равновесием. Поэтому для того, чтобы дать человеку возможность управлять миром, вот то, о чём мы всё время говорим, ноху необходимо. Вся наша проблема сегодня, что мы не управляем своей жизнью. А природа, творец, нас к этому толкает. Начните управлять, вы уже взрослые. То есть перестаньте, чтобы вами всё время управляли ваши силы, ваши мысли, желания. Начните сами понимать, куда вы должны двигаться, и сами себя, так сказать, направлять к этому. А для этого необходимы две силы. Вот мы живём только под одной эгоистической силой, и начинаем чувствовать всё. Мы дальше в ней быть не можем в этой силе. Мы взаимосвязаны друг с другом и ненавидим друг друга. Что же нам делать? Это как в одной семье, внутри квартиры одной. Должны жить вместе и в ненависти. Это просто ужас. Куда деться и некуда деваться. Значит, надо прийти к тому, чтобы всё-таки каким-то образом между собой уладить отношения. Значит, кроме ненависти должна быть и любовь. И они взаимно должны друг друга дополнять. Ничего не должно уходить. Наша природа эгоистическая, она остаётся. Она должна просто уравновешиваться альтруистической природой. Уравновеситься ею. А как это сделать, это задача человека. То есть вначале понять, что только с одной силой, получающей эгоистической, отталкивая всё остальное, используя всех под себя, я жить больше не могу. и деться нам с этого шарика маленького нашего земного некуда, мы должны обрести ещё одну силу. Силу отдачи, силу любви, участия. И вот здесь, когда мы начинаем думать об этом, начинаем видеть, что возможность такая существует. Каббала раскрывает нам эту возможность приобрести вторую силу, уравновесить первую. И вот в этом равновесии, как на двух ногах, идти вперёд. вот сейчас, когда она смывает весь эгоизм и оставляет равновесие две силы, получающую, отдающую в человеке, вот то, что нам и показывает Библия, к этому надо идти. Вот то, что здесь говорится, поднялся он с земли и поплыл. Выше стал, да. Это значит, выше земли и выше воды. Поднялся над эгоизмом, да, и поплыл. И выше воды в том числе. И выше воды, да, оказывается. Что такое выше воды? То есть выше этих обоих сил, отдающих и получающих. Человек должен быть выше. Он начинает приближаться к Творцу. Над этими двумя силами природы, положительной и отрицательной. Управляя ими двумя. Вот здесь говорится, вода усиливалась на земле и исчезли горы. Что это за горы? Горы, это гора, это, ну, на иврите, это ирурим. Это... Сомнения. Это сомнения, это проблемы, это эгоистические всевозможные... Это самый большой эгоизм, это гора. То есть земля, это вообще эгоистическое свойство. Поглощать, но благодаря этому с помощью воды выращивать. Если в земле существует свойство отдачи, поглощения и отдачи одновременно, то тогда появляются ростки. А гора, это просто возвышенность эгоистическая. Это выше земли. Да, и поэтому гора Синай. Синай, это в переводе ненависть, гора ненависти. Или желали построить в Вавилоне башню до неба, тоже олицетворяет собой человеческий эгоизм. Все храмы тоже строятся на горе, олицетворяют собой, чтобы мы взобрались на эгоизм. И там строим дом творца, как бы. Или наоборот, спускаются в низину, чтобы олицетворять себя, как нисходящими, как отменяющими себя. В общем, это все... Вот интересно, я все равно попутно задаю вопросы. А, например, книга, объясняющая, вот эту пятикнижу, объясняющую Тору, узор, была написана в пещере, наоборот, в обратную сторону. О, пещера, она обладает особыми вообще свойствами. Пещера – это место, где в земле, где может существовать живое, где может существовать человек. Это изначально вообще особое свойство. В природе и человек вообще создан для того, чтобы существовать в пещере. Экология пещеры – это вообще... Жаль, что этим не занимаются люди. Правда, как говорится, нет возврата в пещеры, нас слишком много. Но вообще это... Пещеры – это экологически правильное строение? Да, да. Если бы мы знали и умели бы правильно находить и делать для себя пещеры, то мы бы могли бы излечиться таким образом от многих заболеваний. Даже так? Да. Это экология пещеры. Только свой климат, да? Да, это просто... Люди жили в пещерах не потому, что не могли себе что-то соорудить, что-то соорудить было намного иногда проще, чем саму пещеру. Есть в этом огромная сила, которую они ощущали, чувствовали. И мы видим, что и животные, есть такие, которые именно могут только таким образом существовать, и наоборот, есть такие, которые существуют на воздухе, на воле. Но человек создан для того, чтобы существовать в закрытом помещении. Пещера является его самым, в общем-то, подходящим, идеальным местом. Не могу не спросить еще вопрос. Да. Просто не могу. Так получается, что человечество, которое уходило все выше-выше в этажи, выше-выше небоскребы... Это эгоизм у нас на наш... Да, это Манхэттен наш сегодняшний, конечно. Видите, это получается, что это все... Ну, конечно, это естественное стремление. Все больше и больше ненависть, да? Все больше и больше эгоизму. Это вот эти высотные дома. Ну, да, это и называется «Возведем башню до неба» в Вавилонскую. И, кстати говоря, во многих системах врачебных есть на эту тему очень интересные, серьезные, отрицательные мнения, что это нехорошо жить на такой высоте. Что человек где-то на каком-то там десятке метров от земли теряет с ней... Ну, это не метры, это локти. Вот. Теряет с ней ощущение даже три локтя на этой поверхности земли. В общем, есть... И действительно, это так. Мы продолжаем читать, что написано в главе новых. «И усиливалась вода на земле 150 дней. И вспомнил всесильный о Нохе, и о всех зверях, и о всем скоте, что с ним в ковчеге, и навел всесильный ветер на землю, и унилась вода, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал лить дождь с неба, и пошла назад вода с земли, идя обратно, и убавлялась вода по окончании 150 дней». То есть вдруг появился ветер, вдруг стала убавляться вода. Что вот это за состояние такое в человеке? Все произошло смешение, равновесие между этими двумя силами, и теперь они приходят в равновесие, достигают такого состояния, когда человек должен начинать работать с ними самостоятельно. И поэтому он должен выйти из этой скорлупы, из этого ковчега, выйти, родиться. Нет, ну понятно, да. Но в общем, уже к этому идет, должен родиться на Божий свет, что называется, то есть в новом мире, в новом состоянии, в новом понимании, ощущении, осознании того, где он находится, ощущая мироздание, иной мир. Потому что он уже видит себя и видит все через свое новое «я», через две силы, через положительную, отрицательную, он видит уже мир в нескольких измерениях. Вот это и называется успокоение этого потопа, да? Все уже какое-то... И он начинает видеть две силы, управляющие миром во всех явлениях. И каким образом он может этими двумя силами управлять? То есть практически начинает уже быть человечком, учиться от Творца, от этой общей силы, каким образом быть подобным ему. Сейчас он уже начинает, как младенец, родившийся, в принципе, начинается период вскармливания. То есть нет надобности в потопе уже. А что это за ветер, вот этот, который вдруг подулетит? Это уже со следующей ступени, которая называется рох. Рох. Да. Есть и нетыш, есть рох. Следующая ступень духовная. Следующий свет, который наполняет человека. То есть это цвет движения. То есть получается, за эти 150... Рох – это ветер. То есть пройдена какая-то ступень внутри матери, да? Внутри... Внутри... Тогда, когда он просто был внутри в неподвижности, он постоянно возвышался только над этими двумя силами. А сейчас он с помощью этих двух сил может начать свое движение. Поэтому и называется ветер. Движение. То есть зародыш... Но еще воздуха. То есть зародыш как бы... Извините, я к зародышу вдруг вдруг подхожу. То есть зародыш вдруг начал двигаться, да? Вдруг началось какое-то... Это в преддверии родов, да. В преддверии родов. Это 150 метров. Это подтверждается вообще всеми... Ну, естественно. ...всёми врачами? Да, конечно. Гинекология – это всё прекрасно понимает. Когда ничего этого как бы не знали, написано. Ничего. Это же всё развивается под воздействием этих высших сил. То есть то, что ещё науке и врачам неизвестно. Потом раскроют. В своё время здесь был учёный, который занимался этими проблемами. Вдруг он посмотрел. Вы тогда ему читали из Талмуда 10 сферот. Вдруг он смотрит. Действительно, все эти стадии. Три дня, 40 дней, 150. Он говорит, всё это происходит. Для него это как открытие было. В этой книге... А в этой книге вообще написано о том, что врачи не могли заглянуть, что там происходит. Но они всё знали. И сел ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца, на горы Арарат. А вода продолжала убывать до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались вершины гор. То есть прошли 9 месяцев. Первый день показались вершины гор. Это как бы как отходят женские воды. Да? Вот из этой области. Да, да. Что значит сел ковчег на горы Арарат? Правильно? То есть на вершину. В седьмом месяце. Да. На вершину он сел. То есть уже после этого, после седьмого месяца. Ну, это опять-таки есть в том же нашем учебнике. Учение о 10 сферотах. Почему это 3 дня, как ты говорил, то, что мы изучаем. 3 дня прикрепления семени в матке. Потом 40 дней развития плода до уровня бены. Потом по окончанию первых трёх месяцев это свет. Один входит в него. Потом ещё 3 месяца. Второй свет, ещё 3 месяца. Третий свет. Три этих света входят в плод. И после этого происходит акт рождения. Но практически уже после 7 месяцев он считается готовым к жизни. Да. И мы видим, что то же самое в медицине. А возможно, теоретически, случай 12 месяцев. Но на эту тему есть особые расчёты. А что это вот в моём состоянии таком? Что вот эта вот пауза какая-то? Какая-то пауза наступает? У меня такое ощущение. То есть сел, да, всё какое-то... Нет, это не при рождении. Это когда ещё внутри, в внутреннем развитии, в матери, когда человечек, этот будущий, начинает уже формироваться в своих движениях, в своих внутренних органах. Уже начинаются в нём зачатки движения. Они все ещё управляются матерью. Ну, это как будто вот ты настраиваешь какой-то инструмент. То есть ты, владеющий этим инструментом, его настраиваешь. А потом он будет уже самостоятельно работать, управляемый кем-то. Так вот тут происходит настройка со стороны матери. Так вот поэтому и говорится, что после 150 суток этих дней происходит уже дальнейшее... Уже формирование плода как бы заканчивается, и происходит его настройка перед рождением. Вот я хочу спросить просто, вот творец занимался выращиванием моего ноха, выращиванием моего желания к нему, выращиванием вот этого вот желания, альтруистического желания любви. Вот сейчас... С активным участием самого ноха. Вот сейчас как-то вдруг, оп, из-за остановки воды сошли. Как бы вот что сейчас? Что сейчас с моим этим желанием? Что сейчас вот с моим... Начинай с ним работать. Надо выйти из ковчега, разбить его. Да, вот это произойдёт, да. Ну, мы не будем входить там в эти действия, там, «Голубя послал», там, ещё это всё очень... Вообще, глава, конечно, и вообще все главы, они страшно насыщенные. Очень насыщенные своим внутренним, всевозможными маленькими этими действиями, точными и такими, как их написывает Библия. Но теперь должен человек после своего внутриутробного развития выйти из этого состояния, из-под власти высшего и начать самостоятельно действовать. То есть учиться у высшего, брать у него примеры и самому их воспроизводить. Как ребёнок учится на примерах взрослых и затем производит их сам. В этом и заключается всё наше развитие. Дальше здесь рассказывается, как бы Ноох выпускает сначала ворона, потом выпускает голубя, он проверяет, как бы ему выходить на сушу или не выходить. И голубь возвращается, вот написано, «И явился к нему голубь в вечернее время, и вот масляничный лист, клювом сорванный у него, и узнал Ноох, что вода понизилась на земле». Что это за символ, который везде рисуется? Голубь, вернувшийся с оливковой веточкой. Что это такое? Земля обновилась. То есть эгоизм уже стал новым и очистился настолько, что из него начали прорастать новые ростки. Притом, если раньше все они росли с эгоистическим давлением, то теперь они после потопа растут с эльтруистическим направлением. И поэтому он тоже может выйти, есть уже, значит, земля, неживая природа и растительная природа, заготовленные для него. Потому что животная природа и человек находятся в ковчеге, а неживая и растительная заготовлены для того, чтобы они начали существовать. Он же не брал с собой деревья. Да. То есть вот росточек оливки. Росточек говорит о том, что все, что не только неживая, а и растительная природа, уже восстановились. А теперь животная природа, этот сам человек... Выходи теперь, да? Выходи и начинай развиваться. Почему оливковые? Ну, оливки, это дело в том, что... Везде. Да. В псалмах дави. Потому что оливок – это свет разума, высший свет олицетворяет собой. Масло оливковое, оно представляет собой самый высший свет, свет разума, орхухма, так называемый. Виноград представляет собой тоже свет хухмана со стороны получения, а это со стороны отдачи. Поэтому масло горит, отдаёт. Поэтому говорят, что одно из самых полезных масел – это оливковое масло? Да, да, да. «И вышел Ноах, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним, всякое животное, всякая присмыкающаяся, и всякая птица, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И построил Ноах жертвенник Богу, и взял из всякого скота чистого, и из всякой птицы чистой, и принёс жертвы всесожжения на жертвенника». То есть, как вы сказали, вышла вот эта животная... «Из ковчега?» «Да». «Вышли животные, каждый тварь и по паре, и вышел Ноах со всей своей семьёй». «Тоже по паре». «Что относительно моего, как бы, вот этого стремления?» «То есть желания человека, неживые, растительные, животные, человеческие, все эти желания в нас существуют. Он не должен исправлять самостоятельно и не должен спасать желания неживые и растительные, они заготовленные и изначально для него существуют. Он должен спасать только и исправлять в себе животные желания. То есть то, что я желаю для тела, это мои животные желания. Это еда, пища, секс, семья. Практически эти три основные желания мои. И человеческие желания я должен исправить. Человеческие желания – это стремление к богатству, к славе, к власти и к знаниям. Это уже моя связь с другими людьми. Это человеческие желания, построенные на общении, в обществе. И кроме этого, если я правильно их все оформляю в себе, эти желания животные мои и человеческие, после этого я начинаю возвышаться уже над ними к духовным желаниям. Вот здесь Ног строит жертвенник Богу. Что такое жертвенник? Жертвенник – это такое осознание в себе, такой анализ в себе свойств, чувств, мыслей, действий, которые я привожу в порядок и понимаю, с помощью которых я могу приблизиться к Творцу, стать более подобным Ему. Стать на такой же статус, на такой же уровень, в такие же действия, в такие же мысли, как Он. Поэтому жертвенник на иврите называется Курбан. От слова коров, близкий, от слова сближения. То есть это не зарезать там какую-то корову там, да, или козу, и жарить ее, и потом кушать, а резать в себе вот эту животную свою часть. Недаром говорится, от скота, птицы – это животная часть. Резать в себе эту животную часть, умертвлять в себе животную часть, чтобы подниматься над ней в своем человеческом устремлении. То есть мои эгоистические животные желания, да? Свои эгоистические желания я постепенно подставляю под альтруистические, под правильные намерения, и таким образом сближаюсь с Творцом. Поэтому называется жертвение, сближение. Я как бы жертвую этими эгоистическими своими желаниями, и, с другой стороны, сближаюсь с Творцом. Поэтому, с одной стороны, это как бы жертвенник, с другой стороны, это сближение. Это слово имеет два этих смысла. Спасибо большое, доктор Лайтман. Будем сближаться. Будем сближаться. Время передачи наше стекло. Будем сближаться. Будем сближаться и дальше. Мы продолжим наши передачи. Будьте с вами. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайна вечной книги». Говорим о том, как правильно читать пятикнижие Моисеева или Тору, как поместить себя внутрь этой книги, как почувствовать на себе все, что происходит там. И, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Я бы сказал, может, наоборот. Как увидеть, что это в нас находится. Что внутреннее устройство наше – это то, что описывается практически в Торе. Она рассказывает о двух силах, которые действуют в человеке. Положительно-отрицательная. И вообще силы природы. Мы изучаем из постижения реальности, что все, что мы ощущаем вне, на самом деле, это ощущается же внутри нас. Значит, вся эта природа, все мироздание, космос, все – это ощущается внутри нас. Существует ли это снаружи? Один большой вопрос для обычного человека. Но на самом деле ничего этого снаружи нет. Все это лично наши внутренние ощущения. И поэтому, если уж говорить, то все, что там написано, говорится о нашем ощущении мира, мироздания и даже миров. И все они находятся внутри человека. Я боюсь, что мы этим начинаем немножко запутывать человека. А через запутывание только он придет. А как представить себе человеку, что все миры внутри него? Нет, минуточку, но это нам сегодня понятно вообще. Поговорите с людьми, которые занимаются биологией, физиологией, постижением реальности. Но философии отчасти нет. Философы, к сожалению, они на сегодня вообще куда-то там затихают, умирают. Историю философии. Да. Минуточку. Если я говорю о человеке как о каком-то приборе, допустим, компьютере. Если я на своем компьютере, на его экране, вижу какие-то, допустим, изображения. То эти изображения в компьютере уже существуют. Они уже пришли в компьютер. Электрические какие-то сигналы. В которых не было никакой визуальности, не было никакого объема, ничего. Была только виртуальная какая-то информация. Она поместилась в компьютер. Она прошла какую-то определенную обработку. И она передо мной, для того, чтобы я ее понял, только ради меня, она проявляется на экране в каком-то виде. В виде букв, чертежей, визуальных всяких форм изображения. И, может быть, движений, там все возможное. Но это для меня. На самом деле это только для меня. На самом деле это все те же электрические силы. Или просто силы. Потому что электрические, это тоже относительно меня так определены. Это просто силы, которые действуют в природе. Если они мною воспринимаются как какое-то изображение, это я так их воспринимаю. Таким образом воспринимаю их сочетание между собой. А вообще ничего, кроме сил, в природе нет. Поэтому все, что мы воспринимаем вокруг себя, вот это вот, это все сочетание сил, которые строят мне такую картину на моем экране. А вне меня это просто силы. Для чего это строят? Для меня именно такой изображен? Потому что я иначе не воспринимаю. Почему я так воспринимаю этот мир? Потому что я таким образом устроен. Почему я так устроен? Ну, для этого мы уже должны идти к началу, в начале, то, что мы уже прошли, отчасти. Почему таким образом создан человек? Из его свойств, из его сил, которые именно в виде изображений, или в виде букв, или в виде звуков, или в виде тактильных ощущений, он должен воспринять. Воспринять то, что находится вне, как бы, его ощущений, иначе не воспринимается. Мы должны каким-то образом ощутить. А ощутить, вот, и существуют наши эти пять органов чувств, которые превращают неощущаемое в ощущаемое. Но это неощущаемое, оно существует и вне нас. Так вот, поэтому Тора рассказывает нам о том, как мы можем так воспринять мироздание, когда будем ощущать и будем работать с самими силами, а не будем ограничены нашими пяти органами чувств. Для чего нам это надо? А для того, чтобы мы избавились от нашего тела. Вот это животное, оно мне сейчас необходимо, потому что без него я ничего иначе не ощущаю. Животное, вы говорите, о теле. О теле, да. Но тело наше, это животное ведь. Я не ощущаю ничего без него. Отключил меня, ухо болит, глаз заплыл, там, чего-то, что-то, вдруг какие-то там не имеют конечности, я уже ничего не ощущаю. Я уже отключаюсь от мира. Разве таким ограниченным создан я и мир? Нет. Мне дана эта ограниченность только для того, чтобы я сам от нее избавился. Когда я смогу над ней приподняться, я этим, во-первых, выхожу за ее пределы, но я над этими своими ограниченными пятью животными свойствами, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения, если я приподнимаюсь над ними, я над ними строю новый вид ощущений, который называется сферот. Кетрахухмабиназрампенмалхут. Я извиняюсь за такие неприличные выражения, но, к сожалению, это термины, никуда от них не денешься, и мы к ним будем привыкать. Но надо сказать, что сферот от свечения. Светящиеся, потому что в них, в этих свойствах, я начинаю ощущать свет. Если так в тактильных ощущениях ощущаю просто, может быть, наслаждение, может, наоборот, какое-то неприятное ощущение, то там я ощущаю свет. То есть непрекращающееся, постоянное, безграничное наслаждение. Наслаждение. То есть над телом поднимаясь свет. Над телом. Вот надо выйти над телом, приподняться над ним. Выйти из тела? Да. И увидеть тело со стороны? Или нет? Мы его видим даже не в виде этого тела, как бы. Мы видим его в виде этих эгоистических, маленьких свойств, которые все пытаются в себя выбрать, и, к сожалению, или не к сожалению, но не смогут, не могут это сделать. Мы видим, как это жалко. Нет, это как, нет, ты просто видишь, что иначе оно работать не может. Как рядом со мной находится собачка или кошечка, я их могу поглаживать и сидеть так с ними. Я понимаю, что это мой дружок, и что вот это его уровень развития, а это мой уровень развития. И мы так дополняем друг друга. Но он не нужен для того, вот этот мой друг, чтобы, в общем-то, выйти из него, опираясь на него, вырасти и дальше. Я не должен им злоупотреблять, я должен о нем заботиться, как животное мое должно относиться к нему, все необходимое, так сказать, для него добывать, обеспечивать. К телу. Да, к телу. Но не более того. А более это вредно. Мы видим сами, как начинаешь, у тебя была собака когда-то, перекармливала ее? Да, ожирение наступает. Да, вот и вот. Больше, больше, хочешь огонит, чтобы больше и больше хотеть. И вот это все во вред. Животное, оно сделано, создано таким, что только-только минимально то, что ему надо, минимальное и есть необходимое. Собака это знает. Необходимое и достаточное. Собака это знает, на самом деле. Неиспорченные нами животные это знают. И они четко знают, что вот это, да, это лишнее. То есть лучше это знают дикие животные, как я понимаю. Собаки, кошки. Идят вместе с нами всякие пирожки. Да, всякие пирожки. Мы продвинемся. Это очень интересная тема, как восприятие реальности. Но мы потихонечку сейчас вернемся к главе нашей «Ноох или Ной». Так вот, нет. Мы поэтому рассматриваем все эти главы, чтобы сквозь них пройти в новую реальность. Ощутить силы. Ощутить силы, которые действуют за нашим вот этим кажущимся нам миром. Кажущимся, потому что он только в наших чувствах таким представляется. Были бы у нас другие органы чувств, мы бы представляли его по-другому. Собака, пчела представляют мир совершенно по-другому. Абсолютно. Но это да, но это еще на уровне нашего мира. Это все в том же, как сказать, на том же уровне находится. В одном мире мы с ними находимся. А в другом измерении, куда мы проходим над нашим телом, там, конечно, ощущается все просто одними силами. Чудесово. И тогда человек ощущает неограниченность себя, своего познания выше времени, перемещения, пространства. Вот эти три ограничения, они нас держат просто в тюрьме, в клетке. Когда мы от них избавляемся, мы начинаем понимать настоящее неограниченное восприятие. И мы не удивляемся от того, что вы вдруг говорите, и человек начинает вечно жить. Нет, потому что он вдруг неограничен своими восприятиями нашим телом. Да. Переходит совсем... Для него слово вечность становится нормальным словом, да, совершенно? То есть нормальным состоянием таким, что можно вечно существовать. Потому что для него причины и следствия становятся одинаковыми. Потому что он имеет дело с силами, которые вызывают наши следствия, действия. Когда и сила, и действия для него это одно и то же, тогда пропадает вообще понятие времени. Время это то, что находится между причиной и ее следствием. Начало что-то произошло и затем его следствие и расстояние между ними. Временной промежуток времени, может быть промежуток в виде расстояния, да. А когда для тебя само действие и мысль, и замысел, и начало, и его конец вместе, потому что ты имеешь дело с силами, ты поднялся на уровень, где только сила. Эта сила каким-то образом изменилась, все, в нашей мире происходят затем всевозможные действия, но ты на это не обращаешь внимания. для тебя это следствие совершенно неважно, потому что на уровне этих сил это ясно, что в нашем мире как в абсолютно подчиняющемся высшим силам этим все произойдет. И поэтому для тебя времени уже нет, для тебя следствия этого уже нет, само действие это уже для тебя и следствие. То есть в тот момент, когда я соотношусь с этим вечным, то все становится уже вот это все... Все нет, это называется мир бесконечности, неограниченности, без конца. Цель соединится с вечным. Да. И для этого написана эта книга, чтобы привести человека к этому ощущению вечности. Тора переводится от слова свет, ор, и от слова ораа, инструкция. Инструкция, как привести нас к свету. А свет, во-первых, в нашем мире это как бы самая высшая энергия. В нашем мире это самая высшая скорость. А духовная, как пишет Рамбам, представь себе, в 11 веке пишет каббалист о том, что высший мир находится над скоростью света. В то время говорить о скорости света в 11 веке. Представляешь, да. И он пишет, у него спрашивают там в письмах ему о духовном мире, какое соотношение есть. И он так вот выражается, что духовный мир это состояние, которое находится выше скорости света. для этого надо постичь, чтобы это написать. Ну, а как же. Иначе вообще, как ты можешь говорить о свете, о его скорости? Да, И что выше этой скорости что-то существует. Вообще вот эти вот все понятия в 11 веке. сегодня они нами только теоретически как-то ухватываются. В предыдущей передаче мы говорили о том, мы представили этот вход в ковчег Ноаха со всеми его лучшими свойствами, лучшими желаниями и то, как он там растет. Мы это представили, как зародыш в матери развивается, растет. Отходят воды, ковчег садится на гору Арарат. Это как женские воды отходят и ребенок рождается. Да, раскрывается дверь ковчега, раскрывается выход из лона матери и выходит, рождается новая жизнь, новый человек. Он другой, уже очищена суша, уже готова для его жизни и так он начинает выходить. Там была одна деталь, которую я все-таки хотел спросить, вас я немножко ее упустил. Что такое, что когда ковчег сел на гору Арарат и вдруг там говорится о том, что Ноах сделал окошко, приоткрыл его. Не будем говорить о том, что приоткрыл. Что значит приоткрыть ковчег? Я не знаю, как объяснить в человеческом таком нормальном виде. Дело в том, что здесь переход из одной ступени на другую ступень. То находился, вот как ребенок в матери находится в ее объеме, полностью, так сказать, под ее защитой, аннулирует себя и поэтому она полностью управляет им и полностью его обеспечивает, вводит в него только нужное, удаляет от него все ненужное. Весь организм находится под ее защитой, под ее полным контролем и управлением. Здесь начинает подкрываться окошко. окно это называется недостаток, ущербность, желания новые, невосполненные. Как для того, чтобы прорубить окно, мы делаем недостаток в стене. Мы практически вырубаем в ней кусок. То есть стена уже не цельная, но благодаря этой не цельности в комнату входит свет. Да, очень красиво. Вот здесь мы начинаем понимать, что развитие оно строится на новых, на раскрытии новых неполноценностей даже, ущербностей, отсутствии совершенства. Оно необходимо, это отсутствие совершенства, его раскрытия, для того, чтобы впустить свет. Вот парадокс. Парадокс. Как бы одно отрицает другое. Так вот, перед рождением нового мира и происходит вот это вот раскрытие ковчега, то есть ковчег же был цельным, совершенным, в нем полностью ты защищен, в нем ты находишься в матери, что может быть? Мир солнца, как будто описывали. Творец тебя закрывает, и все. Он тебе сказал, ты это сделай, а об остальном не думай. Я полностью забочусь о тебе, и все, так сказать, будет в порядке. А теперь ты сам нарушаешь цельность его защиты. Но именно для того, чтобы самостоятельно родиться, выйти из него и начать самостоятельно уже взрослую жизнь. Поэтому в Кабале об этом пишется много, каким образом человек начинает раскрывать в себе новый уровень желаний. Я сам в себе ищу какой-то недостаток, да? В Творце. В Творце, да? В Творце. В его защитной системе. Ты прорубаешь окно, ты хочешь быть самостоятельным, ты отделяешься от него. То есть та защита, которую он тебе сделал, ты в ней ищешь недостаток, ты ее перерос, ты должен родиться. То есть я говорю, здесь у меня нет свободы, воли своей, я хочу, чтобы у меня была моя свобода. Твоя, да. Вот эта самостоятельность, вот это здесь и проявляется. Но немножко, там пару слов достаточно, потому что здесь можно это рассказывать в виде сил, в виде векторов, в виде всевозможных формул, каким образом равновешивается воздействие Творца, влияние человека, получаются новые желания, каким образом мы должны получить свою реализацию, подъем с уровня зародыша, в котором находится человек в этом ковчеге, на уровень уже маленького человека, который начинает осваивать высший мир. Когда Ноах выходит из ковчега, он выходит, в принципе, он рождается в новом мире. То есть я хочу сказать, что получается так, что как бы Ноах говорит этим самым, что я хочу заработать сам духовный мир, да? Я не хочу, чтобы ты кормил моё с ложечки, я хочу сам пройти на путь. Это уже начинается осознанное постижение высшего мира. И вот написано здесь так. И оно, конечно, как обычно, неприятно, и начинаются проблемы. И день и ночь, и падение, подъемы, и надо это все выдержать и пройти. Рост, он всегда при помощи двух состояний. Тебе нужны новые силы эгоистические, и их исправление, и над этим исправлением ты постигаешь высший мир. Только лишь. Нам дан эгоизм для того, чтобы, перевернув его, как землю ты вспахиваешь, взойти на высшую ступень. Никуда ты не денешься. У нас другого материала нет. И поэтому, конечно, вся книга, вся Библия, она вся только из прегрешений и исправлений, прегрешений и исправлений. Все время войн. Да, вот такие вот это внутренние проблемы человека, которые он решает и над ними возвышается, пока не достигнет уровня Творца. И все это должно пройти. И благословил всесильный Нооха и сыновей его и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Да, то есть вот эти свойства, которые сейчас в вас родились, приобретены. Приобретены. Внутри этого ковчега это человек приобретает свойства как зародыш приобретает свойства человека, когда он начинает с капли семени и получается на выходе уже младенец. Это младенец этот это все свойства будущего человека уже в маленьком состоянии, способного к их развитию. Так вот, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, это значит, что вот эти свойства, которые сейчас в вас находятся, которые я вам дал в течение этих дней, как пока вы были во время потопа, вы сидели тихонько внутри, а я в вас эти свойства развивал. Сейчас эти свойства начните далее развивать сами. Плодитесь и размножайтесь в этих свойствах и наполняйте землю, земля это от слова желания, рацион, эрец, земля от слова желания, рацион, и наполняйте свои эгоистические желания вот этими новыми альтруистическими свойствами, в которых вы сейчас в новом мире родились. То есть человек родился в высшем мире, он уже построен на свойствах отдачи и любви, бери сейчас немножко свои эгоистические свойства, присоединяй к этим альтруистическим и таким образом и у тебя получается размножение, распространение, реализация и так далее. То есть пока ты весь свой этот эгоизм огромный, с помощью этих новообретенных духовных свойств не исправишь. То есть необходимо это перемешивание, да? Да. Соединение. Соединение обоих свойств. Все движущееся, что живет, будет вам для еды, как зелень, травы, даю вам все. То есть и животные, и растительные, и неживые, любые чувства, любые свойства, которые есть в человеке, обязаны все их исправить. Но в каком виде, в каком порядке, в каком сочетании между собой, это отдельная целая система, когда мы будем разбирать, может быть, когда-нибудь строение, структуру души, тогда мы поймем, как она восстанавливается, каким образом, с чего надо начинать и что связано с чем. Вдруг есть какие-то важные органы, как тело, как сердце, печень, почки, легкие, мозг, естественно, органы ощущений. Есть просто мясо, мышцы, жилы, сухожилия, кости и так далее. То есть, но они между собой связаны. Как мы видим на внутреннем развитии, внутриутробном развитии зародыша, как он странно развивается. Вдруг растет это, вдруг потом это часть, вдруг потом это, вдруг потом это. Появляются даже какие-то вроде бы части, там хвостики или что-нибудь, и вдруг они исчезают. Это все огромная система взаимодействия этих двух сил, которые рисуют между собой в контакте положительные и отрицательные силы, рисуют между собой вот этот образ. То есть, они убирают все лишнее, добавляют необходимое, и вот так вот между собой в течение этих девяти месяцев внутриутробного развития работают. Вот так человек начинает уже сознательно дальше плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, так сам развиваться. То есть, он должен изучить сейчас программу, и в соответствии с этой программой, постепенно изучая, одновременно ее реализовывать самостоятельно. Раньше его высшая сила реализовывала, как мать над своим ребенком, а сейчас он сам. И постепенно реализует эту программу. Но, естественно, не сам все, а в соединении, в связи с Творцом. Часть берет на себя Творец, часть – Человек. По мере роста человек берет на себя все большую и большую часть, пока не становится самостоятельным, то есть равным Творцу. И тогда он, значит, освоил всю эту программу, полностью исправил себя. То есть, он как бы берет вот эти свои эгоистические желания, как вы говорите, начинает их исправлять. Это означает, что здесь вот написано «это для еды у вас будет». То, что человек ест, как бы написано здесь. Еда – это тип выяснения, что мне полезно, что мне вредно. Ведь я должен убить, я должен вырезать какие-то куски, каким-то образом их сварить или поджарить. Я должен из них что-то сделать, я должен их в себе переварить. Это свои эгоистические желания. Да, и при том самое главное, ведь если в матери ребенок получает все готовое в виде крови, которая превращается в нем в мясо, в материал его тела, то сейчас я должен приготовить для себя эту пищу. Во себе, во мне она перерабатывается в кровь. Работать должен. Да, и эти составляющие элементы уже перерабатываются затем в материал тела. То есть во мне сейчас возникает огромная фабрика по переработке моих желаний, мыслей, в том, чтобы я все их скомпоновал из неживого растительного животного эгоистических уровней, сделал из этого подобие творцу. Это происходит именно потому, что я прошел вот эту первую стадию ощущения духовного, правда? Да, человек учится только от примеров. Есть пример уже, да? Обязательно, только от примеров. Я уже почувствовал. И поэтому везде в наших, допустим, учебных заведениях, воспитания детей только пример действует. Мы отсюда видим. Для того, чтобы я сейчас немножко задам такой вопрос, для того, чтобы в таком случае человеку двигаться вот так вот в духовном своем развитии, ему нужно раскрытие Творца сначала. А без этого никак. С чего ты будешь учиться? А с чем ты будешь находиться в этом, как его, ковчеге? А с чем ты будешь взаимодействовать? Какое окно ты будешь прорубать? В какой стене? Это связь с Творцом. Когда ты находишься в нем, ты чувствуешь все силы, как он тебя внутри замыкает. И нет, мне надо прорубить в этом окно. Мне надо утвердить свое какое-то отношение к нему. И так далее. А то потом выхожу. Выхожу со всеми своими желаниями, со всеми своими свойствами. Это значит, все наполнение ковчега выходит наружу. Это как бы один человек, состоящий из животной части, из всего, что в нем. И тут он начинает расти. Это значит, простой земной человек. Без окружения Творцом, без постоянного диалога, это невозможно. Так именно это должен требовать человек? А с этого начинается вся каббала. Раскрытие? Раскрытие Творца. Оно должно быть обязательно всегда в мере того, как человек растет. А как мы растем, только во внутриутробном развитии мы абсолютно отменяем себя относительно Творца. Я говорю, в внутриутробном духовном развитии. Человек абсолютно. И тогда он ощущает, что на него воздействует какая-то сила духовная, но он не понимает. Он только отрицает себя, чтобы не мешать этой силе Творцу воздействовать на себя. Растить себя. То есть, что бы он ни делал, я согласен заранее. А затем он начинает уже требовать от него, покажи, расскажи, научи, покажи, то есть, как мне точно сделать. И тут Творец в буквальном смысле слова, как взрослый играет с ребенком, начинает ему показывать, что делать. Или играет против него, но подыгрывает ему, как мы с ребенком, обучая его. Мы потихонечку приближаемся к концу этой передачи. Но я все-таки еще раз хочу обострить вот этот свой вопрос. То есть, человек должен читать эту книгу. Читать эту книгу, и каббалистические книги, с внутренним ощущением, что я хочу... Я бы не советовал бы человеку читать Библию Тору неподготовленным. Это его просто запутает. Это сведет его к такому привычному отношению к этой книге, как к историческому роману. То есть, лучше сначала прослушать наши эти беседы. Надо сначала овладеть языком, словарем. То есть, сначала точно сказать себе то, что написано в этой книге. Ни одно слово мне не знакомо в истинном виде. Я должен сначала научиться автоматически переводить эти слова в их божественный смысл, внутренний. И только после этого эта книга станет для меня светом, раскрытием. Она будет мне действительно говорить о том, что Творец хочет мне рассказать о наших взаимоотношениях. А так, ну, конечно, есть от этого какое-то впечатление необычное. Все-таки книга, которая написана 3000 лет назад и повествует о главном герое, о Творце, это не очень-то обычная книга. Но все равно она, видишь, сколько она сделала в то же время в человечестве и неприятных, в том числе, всевозможных явлений. На этой, как мы говорим, оптимистической ноте мы закончим эту нашу передачу. Будьте с нами, мы продолжим разговор о вечной книге, как ее читать, как в нее проникнуть, как ее постичь. Будьте с нами, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok